так ребят всем привет андрюха привет тебе понравился грушка чего ты аккуратнее бросаете дровины мне не попал знаешь кто я инквизитор о я все как бревно как кину но это спятки играет так куда сходить вот мы девчонку что это яблоки фига себе чего разбросались еще дорогие и кривые вышел здесь расплодили здесь какие-то неравно то ну-ка быстро все равномеренько нам надо и девушка хотите я вам отпущу ваши грехи и свинья страна и девушку защитили и вот все чеки-пуки бомбони с ней и стало хорошо никто ее не убедил бандиты всех так она дальше так мне нужно выйти до не выйти а вот здесь мы пойдем кушают о порт показан даже порт не хотите ли вы порт а ну-ка открыли передо мной дверь быстренько воняет вот бандитов здесь я прям чую ребята здравствуйте бандитов 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 слышь или скорого сдохла да и думаю что она лежит просто отдыхает не антисанитарию разводились засранцы через такой несколько лет назад на улице кенингштайна появился рыбная банда бандиты грабит местных обрежают без разбора их лого где-то порту и его легко отыскать по запаху тухлой рыбы но ни один человек взрыва уме туда не сунется даже городские стражники эти всемогущие герои вмешивается только когда по улицам течет кровь а пока до этого не дошло портовым вонючкам сходит срок бандиты выбирают для охоты для охоты монеты которые горожане наимене бдитель например предстоящие признавание в честь христа победоносного дает им отличную возможность опустошить карманный гуляющий пинчуг а я был похож на пинчугу они не попутали вонь гнилой рыбы может она правда и она приведет меня к этим отрудиям вон она вот вот она вонь диоля какая яркая воли отчетливая инквизитор кто войти в логу нуждает там бумажка какая-то на безрыбье вот уже три дня с поплавком играет только ветер если рыба есть на этом свете судя по всему не для меня вдруг сказал что не перед перетаскать место уж уловистое сильно говорю ему да тут трясина он в ответ сиди лови не стать вот торчу как наказал его волны редкий без совесть на упруги в это время на моей супруге прыгает какой-то звон что как узнал наука не сложна в речке только камень тихо тогет слышу по течению кто-то стонет ухо навострил моя жена бросился обратно в дом полез вон лежит бесстыдница в постели больше никого но самом деле съел наживку сволочь исчез сделать что до мысли коротки впрочем догадался я хотя бы это ж друг мы любого на гвозди висит его портки хелька хелька только я за дверь он уже по уши торчит в моей подружке и выхлечит из моей подюш кружки змеем бабам и друзьям не в жизни верь сто с удочкой топлю в стихии боль муж хреновый и рыба хреновый тоже рыбка плечется на и на нагретом ложе я себе на раны солью сыплю соль блин капец что я такое выпивов и он плохой так и дети сидит здесь извините мой может быть не очень хороший да а вот такое хоть какой-то замка нет дверь закрыта на засов изнутри кто пощадите меня господин я вас умоляю мне дети ты знаешь кто я инквизит я вас весь город говорит его все равно решили напасть на меня тот кажется от звонки монеты когда тебе нечем кормить детей слышал что-нибудь о вампире так благородные называют нас бедняков говорят что мы высосуем до сухогород и его казну но уже много лет никто не слышал о настоящих вампирах и кто послал бы по мою душу нас наняла женщина форту на ней была дорогая венецианская маска так что я не видел ее лица но голос был знакомый у нее на руках были белые перчатки и она заплатила серебром так не стоило бы тебя убить на и сохранить ее жизнь если снова встретишь женщину венецианской маске скажи что инквизита так легко не напугать а вот и монеты да те которые странные монеты давай заберем на проверку на идентификацию обыскать логово склоняя они отравились это не за недоумки мешали видос шердоном наверное приняли его за что-то другое ну что ж так ему надо жаль что перевели весь порошок они мертвы мы мешочек шерд скина я был прав а это что карта города с выходами подземелья может пригодится мне здесь ничего не ничего больше делать пора начинать разбираться с этими вампирами надеюсь тоннели приложены под городом могут срезать путь чтобы использовать ищите входы на карте синими д дверьми понял начать разбираться с этими вампирами надеюсь в игривые русалки хорошее вино что-то 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 опа охрана и кто-нибудь у вас знали женщину венецианской маски в дорогой да из них половина таких носит мастер и каждая тридцата корня особенная маска но как по мне они все одинаковые не особо да гал варит что-то котелок дорого шурин пишу тебе по срочному делу уверен ты помнишь как около года назад я сказал тебе о своем намерении завязать заняться рыбалка раз вообще что я таки построил лодку о которой так много говорил на постройку ушло несколько месяцев каждый божий вечер я стирал пальцы в кровь на руках живого места не осталось за нос но я кажется упустил одну маленькую деталь как черт побери мне вытащить готовую лодку из-под дома должен признаться и не ждал что с этим будет столько мороки а помощи ждать ниоткуда соседи только и делают что смеется с неделю они обзывают меня мастером мореходом поведительным вот и капитаном мой дорогой шурин на тебя вся надежда приезжай к нам кинештад штайн и как только сможешь твоя сестра будет рада тебя видеть но я с той помощью смогу решить проблему наконец пуститься в плавание с тобой на борту разумеется я раздобуду потолку самого луча алкоголя и никакая буря нас не остановит наилучшим пожеланиями альбрехт такое уникальное для гавая шляпа у него крутая что за базар выяснить причину сума токи что произошло потаскуху убили жуткое зрелище бумажка это здание было спроектировано почетным жителем кинештайна на его качество торжественное открытие почти состоялось здание предназначалось под аптеку поскольку в любом уезжающейся городе она должна быть особенно в наши трудные времена как за углом предоставилась холера не забывать и местном процветающем борделе томные вздохи благодаря которому чуть ли не под каждым крышей в городе обосновалась венерическое заболевание включая распространенные в наших краях паховый минкоз даже швибусе есть своя аптека гордые жители кинештайна не должны уступать нищим провинциалам без этого гнусного городка под соседством проектирование надзора за строительством было поручено местному мастеру лучшему своем деле отмару биркуту до определенного момента все шло по плану но однажды в ползли тревожные слухи якобы мастер каменщик отмар биркут бросил строительство аптеке ради более престижного высокооплачиваемого проекта так он срубил репутацию который зарабатывал много лет летом тоже опять же там бумажка проступки которые обещал искупить и я насрал одному повару в бигас я кидал камнем и дерьмо слепых и я ворал деньги у торговцев на рыночной площади и ни разу не сводил сына на рыбалку и систематически изменил на жене в бордере том на издохе я бастал бездомного который спал в канаве я не платил церковную десятину и пил святую воду в соборе я украл кулек орехов монаха будучи пьяным я наблевал в колоде соседа я смеялся над абристом и его лодкой я напал на горожанка и украл у нее кошель с монетами и ни разу низко доведался я запер приятеля в сортире и не ухаживал за могилы при родителей и я разил я заразил жену с чесоткой для какой жуткий на его и наверное от нужника визита позовите городскую стражу мы уже послали за ними мастер а что все смотрят кто-то убил проститутку мария беспощадная какой ужас не думая об этом передай это хозяину игривые русалки скажи что сегодня пригод готовил мне комнату если все сделаешь хорошо получишь серебряный ангел дима лая помоги здесь нечего тебе делать осмотр осмотр поможет найти улики на месте преступлений узнать больше каком-нибудь предмете чтобы начать осмотр взаимодействие с предметом начат понятно вот это что такое лодыжка подвернута бедняжка пыталась убежать гвозди и шипы и вырезали почки снег на лице наверное оставлен агрессивным клиентам обрывок ткани возможно принадлежит убийца на коленях царапина умерла она не от них это точно рано нанесенным предметом похоже сначала кто-то лишил и сознание может кто-то кто-то видел да и посидим подумаем да это точно народ говорит что в городе есть одна особенная шлюха гермодит гефродит или типа того у нее сразу и хер и бирка так и себе и жена и радость и говорят снизить выстраивать целую очередь на сколько она любит заниматься сексом он для какие слушай кровососы все еще здесь кенигштейне быть того не может но есть вот один доктор говорят видный мастер кровопускание следит на садить себя на пиявке там же высасывают все болезни ну это шелька твою тоже они соки вытягивают кровосос чем-то уверен вон там еще разговор знакомое лицо да это роксана шлюха из бургундии видел ее характере даже пользовался ее услуги бороться она хорошо делала свое дело ее половина города вот имела не знаю сами мы не местные вчера приехали на ярмарку да что тут не ясно сатана это все что он рук дело мутит людям головы а я считаю что вы все подряд подозреваем ты я все суки но я многое выяснил отсюда воняет мочой может во время бисто кто-то был сортире кажется это обломок трости крови на нем нет интересно связано ли это с убийством ваня так словно что-то искупалась вот он с ножом не бей меня господин я ничего плохого не сделал если так то тебе нечего бояться вставай пойдешь со мной и не пытайся бежать иначе познакомишься с моим мечом и ты иди сюда да мастер где капитан бетран допрашивать гостей в трактере кто этот оборванец и откуда у него плащ солдата кардинала надеюсь это мы скоро выясним проследить за ним мне нужно переговорить с вашим командиром я ничего не виноват мастер заткни пасть погонь тебя никто не спрашивает так там песик или котенок или кто там и ягненок там песик или кроме как у меня нет да обожает чеснок но он очищает я думаю что он классный я тоже брал здесь малявка договариваться насчет комнаты беги самые паршивые хуже не кота по повару плачет виселица единственный кого он может порадовать это палаш на отрубить ему этому сыну голову чтоб не мучиться и мучил ни в чем не половинных посетителей трактира еда отвратительно но стоят гроши так что сгодится комнатах чистота и порядок крыс тараканов почти нет свинном было не свежит так что есть и я ее не стал тактичка отказаться вернуть деньги к теоретически не рекомендую отличные да меня стошнило всего лишь три раза питание и покой отличного качества и не заметил никаких нарушений порядка останавливаюсь тракторе игре русал каждый раз когда приезжают кенништейн на ежегодно праздновать честь христа побегу нас недоступны цены удобной комнаты чистые комнаты прекрасная кухня но ведь не все минусы плюсы где ты был в этот момент здесь карл подтвердит мы с ним или пиво это правда это правда капитан прошу прощения мастер но и сейчас занят я знаю что произошло я видел труп и прошел потому что удалось задержать ничего который подозревает вел себя рядом с преступлением место ваши люди приняют его снаружи будете стирал кровь с этого кинжала странный клинок никогда ничего подобного не видел это я вот почему это дело нужно расследовать со всей тщательностью особенно учитывая что убийство похоже на ритуальное ритуальное у жертвы вырезаны почки какой ужас это еще не все на подозревание был плач похоже на те что носят солдаты кардинала на них что возможно уверяю тщательный допрос позволит нам установить все факты и хочу привести его лично желательно вместе это предназначен для подобных дел как вы желаете мастер я отправлю подозреваемую темницу и еще кое-что капитан сегодня мне пришлось пойти на помощь даме по имени лильяна переулки на нас напали грабители командир садового высокопресвященства сообщил мне о происшествии и он не упомянула о ли они странные жители кенништайна знают что это девушка служит кардинала также я не знаю что его высокопресвященство не терпит нападение тут людей капитан займитесь этими нищими хочу переговорить с мастером меддермидом с вами все порядке это все чеснок плохо действует на мой желудок а трактирщик войдет его чрезмерном количестве к счастью вино немного облегчает мои страдания прошу присядьте я бы хотел обсудить задание которое привело сюда мастер вы действительно верить что в городе скрывается вампир это же абсурд в ваших краях почти сто лет не было сообщение о нападении вампиров я бы не о них и знал то есть вы пытаетесь сказать что мое начальство совершил ошибку боже упаси однако я считаю что священный канцеляли следует разобраться более важном за вопросе уже какое-то время здесь творятся странные дела то есть уже много лет в городе назревается пора ссора между кредиталом который ненавидит бедняки и обожаемым всеми графини и забылой убийство потаскухи может быть частью этого конфликта как и нападение на лилиану у меня есть определенные подозрения но никаких доказательств я знаю что кредитал прячет свои секреты в кабинете куда пускать только монахов а еще я установил что в дворце графини есть тайны и покои мышь его нам не удалось сюда проникнуть но увы и мастер вам это может быть под силу если у вас получится истина будет раскрыта какая истина как я уже сказал у меня есть определенные подозрения на тракте не лучшее место чтобы это обсуждать у этих стен и суши сегодня я должен покинуть город поэтому давайте встретимся в ратуши через два дня к тому времени вы знакомы с делом если решить что я прав познакомлю вас своим персам и расскажу все что мне удалось выяснить на данный момент вашим персам до персам я доверяю только что скажете мастер я не для этого привел сюда но хорошо возможно мы убьем зайцев одним выстрелом превосходно я знал что на вас можно рассчитывать ваша должность наверняка вас обезопасит все равно действуйте с осторожностью на всякий случай я объявлю что вы помогаете капитану поймать убийцу протитутки это объяснит ваш интерес к делу увидимся через два дня мастер модерн модерн жизни не бывает случайность как раз бог поставил бургомистра на моем пути то у него явно и какие-то важные причины может так я найду вампира сделала как я просил а то утро дашь мастер служебный ангел как и обещал рад принимать вас под свои крыши мастер служенка подготовил вашу комнату мало им ты молодец ух ты для пока ничего лет ты ты шо здесь стоишь бумажка стоит достопочтенную морде мир модерн дин и китс в хитс хатс ронский получил тревожное вести что в городе кеннигштайн его окрестнофе я вырыщил вампир невидно отправились туда и должно морозно расследовать эти дела ваши корабли отплывают сегодня вечером на месте вас будет ожидать капитан городской стражи по имя бертра мэр гвида фон герцен также будет поставлена в известность о вашем визите уверен он примет вас должным гостеприимством и будет оказывать содействие все должен дорожные или прочий расход берет на себя священная канцлерия судя по всему дело не самое обычное как только найдете сопоста то сделайте что должно затем не немедленно возвращать к ним в инквизицию согласно протоколу секретарь и и пескопа хэц хэц ронского тобой кранки а что не жанки для какая картина вот эта красота красивая к народу сколько покое здание огромное и годам это рынок вот туда так инвизитора блин я лучше магистра уберу шляпа и шляпа пусть инквизитора нету так пусть будет меч магистра не пусть магистра будет как по мне это более красивше так отправиться в собор а а так ну здесь пройдем выйдем на главную тебя бревна валяется ну красные плащи нас так чё там поцелуй иуда предатель указу солдата на христа а те ведут его предстать перед синедрином иисус пред синедрином лицемерные священники не верят что присос сын божий они клемят его богохоннику а вине в том что он выдает себя за царя иудийского и продают его суду пилата суд пилата римский наместник велит обещать иисуса затем он мечает его терновым венцом под давлением толпы приговорит к смерти через распятие иисус привязанных к рукам по тибулу умом ведут на далекую галкову под оскорбление толпы иисус падает первый раз симон коренелиан помогает иисуса нести по тибулу иисус падает второй раз вероника оттирает лицо христа своим плотом иисус падает третий раз иисус успокаивает стенающий дец иисуса распят все думали что он умер и он скинул голову и гневно произнес отец не и прощаем ибо они видны ведут что творят схождение с христа иисус обрушивает кровавым местным за своим учителей сожжение иерусалима кто пойдет против него сгинет пламя неочищающим битва непобедимого армии права верных с римской регионами под предводительством апостолов солдаты христа уничтожает легионы тиберия иисус ходит в рим город приветствует христа как победителя двое великих трибунов уступают ему власть и полномочия то есть вот такая была да здесь именно история христа сейчас вечерний приходите на место дабы словить грабы делает без пыли и красивыми но здесь дофига этих красных плащах ребят милая мальва как успехи на службу и у графини забыла прошу скажи найдется ли у тебя местечко для твоей любимой сестры ирмина с тех пор как мою альбину казнили из-за родногласий кардиналом моя жизнь превратилась кошмар я ведь ему говорила не ходи на исповедь путьяну но он не слушал он оскорбил величие кардиналы его приговорили к смерти через обезглавливание кардинал терпеть не может нищих а в тот роковой день он был особенно не в духе что и стало ему дорогому супругу головы если ты не поможешь мне придется переехать швибус у меня там есть любовник он стал признать меня звать меня тебе жить да альвина отрубили голову но я пока не уверена жизнь под стенами собора непроста кардинал всеми силами старается очистить круг от нищих поститут их и слепых его карди солдаты кажется в леди их на духу не переносит и гоняет тех кто приходит выбираться у стен храма так что я решила что нужно куда-то перебираться я очень надеюсь на твою помощь моя дорогая мальва при истории меня на кухне графини забыли ты же знаешь что из чего угодно могу приготовить вкусное блюдо обещаю тебе не придется меня краснеть оружие дышать для какие ангелы золоте да еще не только они я считаю мальвы я считаю мальвы я считаю мальвы дурюм бетель армоз фиги или фаггер странно это именно туда да отправляет для кого будет ну я считаю мальвы я считаю esgo Мастер Мэддерд, очень рад вас с вами познакомиться. Приветствую, Ваше Высокопрещенное Священство. Вижу, я в Инквизиции не учат хорошим манерам. Нас учат не зависеть от власти, будь то власть светская или духовная. Это право даровано нам церквью. Не сомневаюсь, Ваше Высокопрещенное Священство в курсе. Вы не обидели независимость Инквизитора с проявлением неуважения и иерархом церкви. Я уверен, что вы не понимаете разницы. Я всего лишь простой инквизитор, стремящееся исполнять волю Господа. Жалкая отговорка. Мне сообщили о том, что вы прибудете к Эйнинштайн. Священная канцелярия прислала письмо. Они вас увалили, но я вижу, что зря. Забудем об этике. Говорите прямо, что вам нужно. Слышь, ты как разговариваешь вообще с Инквизитором? Смотри, ты потеряешь сейчас шапку. Будешь корону терять далеко с головой своей. Я хочу поговорить наедине. Мне не нравится, во что он инквизитор. Вы требуете, когда должны спросить. Это так прозвучало? Правда? Давай спокойно. Нужно предложить мастерам Эдердзину последовать местному обычаю. Это все просят. Меня зовут Ингвард. Я главный травник и врач Чейнинштайна. Всегда к вашим услугам. Если у вас понадобятся какие-то вопросы, вы колебезны. И вот, выберите карту. Мы просим об этом всех, кто впервые встречает с его высокопричастливающим сеансом. Так мы проверяем, что человек не желает вам зла. Проверяете? И каким же образом? Случайностью? Знаю, о чем вы думаете, мастер. Но вы ошибаетесь. Это не колдовство, а колода Святого Тимерия. Чья усыпальница расположена в соборе. Я передаю этот артефакт просто почтимому Ингуру. Карты раскрывают правду о людях. Они кажутся обычными. Но когда люди тянутся за картой, изображение на ней сразу же меняет, раскрывает эту истинную сущность. Попробуйте сами. Посмотрим, что они скажут о вас. Ну, раз это карта Святого... Пустая карта. Не скажешь, что я удивлен. Мне нужно вернуться в больницу. До встречи, мастер Мэдердин. Надеюсь. Скорый. Проклятые попрошайки. Чего вы ждете? Глупцы, избавьтесь от них. Немедленно. От них невыносимого нет. Идемте, инквизитор. Поговорим о соборе. Аромат благовоний. Какая разница с вонью на улице? Я думал, инквизитор любит только запах горящей плоти. Ваше высокопрещенство? Вы когда-нибудь видели подобный кинжал? Он был найден на месте преступления. Увы, нет. Я могу объяснить его происхождение. Давайте сюда. Ты чего, борзил? Сюда. Простите меня. Выше, но я не могу его отдать. Это орудие убийства, которое могло бы использоваться за преданным ритуалом. Оно потребуется для меня раздедывание. Офигевший такой. Да давай сюда, блин. Зубы у тебя не лишние. Сейчас мы тебе это. Я говорю, тебе шапка давит, наверное, уже. Обнаглел. Глаза выключил. Мы-то можем тебе изменить траекторию этого полета. Так что будь добр. Сегодня рядом с трактиром Игривая русалка была убит Преститутка. Способ совершения преступления Напоминает ритуал. Поэтому бургомистр попросил меня О помощи В поиске Поимки убийцы. Свидетель видел Подозрительного человека В красном плаще. Похоже на те, Что носят солдаты Вашего Высокопрестовещенства. Вы намекает, что Дело рук Одного из моих людей Какое нахальство Из моих людей Так, инквизитор Должна быть потаскуха Перешла кому-то дорогу Например Отбивала клиентов Конкурентки Продажные женщины Любят носить Алый Цвет Порочи кардинальные цвета Я верю, что Есть какие-то Как ты вообще можешь защищать Каких-то своих слуг Может какой-то козел Как ты Как ты, например Задумал Что-то плохое И прикрываешься Своим титулом И все Возьмем Вот прям Выведем на воду Просто До свидания Скажем тебе С твоего титула Тоже мне Блин Простячий В городе Многие говорят О графине У меня сложилось Впечатление Что Обычные люди Не обожают Ее Точнее обожают По словам Ваше высокописовщенство Рождают с ней Графиня долгие годы Пытает подорвать Мой авторитет Я как порядочный Христианин Не остаюсь Долгу Допрашивайте ее А не меня Инквизитор Я знаю Что Изабелла Интересуется Необычным предметом Подозреваю Она Использует Их для Отравления Языческих Обрядов Я бы не удивился Если Бы оказалось Что она Стоит за убийством По тоскухе Вы сами сказали Что оно Было Ритуальным А как ты можешь Объяснять Это вообще Ты же Откуда Ты знаешь Что за дело Неизвестно Ли вашему Высокопресвященству Что ли Было Ампире Вампир Вот это Новость Если бы он Приелся в городе Я бы сам С ним Расправился Без помощи Священной В канцелярии Немытые Портовые Попрошайки Часто обсуждают Кровососов Но они Имеют Ввиду Таких Как я Благородных Так Поршивый Простой Люд Повадился Нас Называть Ваше Пресвященство Вам Иоханнес Конечно Был нашим Врачом До Допастенного Ингландра Он Скоропостижно Скончался На год назад Поэтому Точно Не мог Убить Проститутку Ваша Вы Вызовите Мне Воспользоваться Вашей Библиотекой Иногда Во время Расследования Возникают Вопросы Требующие Тщательного Анализа Сегодня Медсолдаты Оказали Вам Услугу Вы Не оплатили За нее А Уже Просите Еще Об одной Братья Поверь Должны Помогать Друг Другу Я рад Это Слышать Инквизиторам Утром Я сообщу Монахам Что По Они Предоставили Вам Все Что Может Потребоваться Надеюсь Надеюсь Возьмем Если Когда Ни Мне Потребуется Ваша Помощь Не буду Приглашать Вас Остаться На Мессу Неизвестно Обычных Визитров Так что Я знаю Что Вы Предпочитаете Молиться В Единочестве Да Это Правда Так Бог Позволяет Нам Увидеть Правду Да Наслышал У вас Есть Шерсткин Благодарю Своего Прочереденства Только Инквизитор Разрешает Его Использовать Но Не только Как видите Много Лет Назад Мне Подарил Его Сам Папа И Где Вы Собирать Сегодня Молиться Все Места Для Молитвы Хороши Ваша Высокая Почтение Счетство Тогда Не буду Вас Задерживать Тоже Мне На Палечнике Кует Он Здесь Поцелуй Ему Ему Руку Что За Глупость Мне Кажется Есть Крысы Какие-то Все Таки Здесь Которые Должны Ответить Надеюсь Мы Найдем И Порвем Я Не Верю Что Здесь Никого Нету Как Здесь Красиво Там Все Зарашено А Здесь Нифига Здесь Зам Цел Офигеть Так А нам Нужно Вне Ставка Здесь Не указана Ни Лестница Туда Вниз Да А Это Прямо Спаситься К этой Нужно А Че Не Сказали Ранее Мечами Своими Топар Свою Здесь Секири Так Что У нас Так А Устан Мне Вот Интересно Все Деги Это Кладбище Заперто За Это Другой Раз О Тайная Дверь Быстрое Перемещение И что Ну я Не могу Ничего Сделать Не Не Работает Я Ведем Здесь Не Работает по моему мнению церкви должна оставаться церкви независимо от того какие-то там не такого мнения себе а то поцелуй мне рук какие-то на ты знаешь откуда я инквизиция я должен заниматься делами не вот идет поцелуй мне руку поцелуй мне жопу ты должен передо мной преклоняться кто такой дед давайте напишем к это священную канцелярию чтоб собака там думал прежде чем что-то говорить приказывать наглость просто предела да ну все пойдем а эти шумиста которые скажите ребят сходить по дверям быстрые примечания они не такие хорошие указываются это недалеко здесь ой малая ты чё здесь ругаешься о откуда у тебя палка это вторая часть палки учишь его команду он уже знают все дружок очень умный когда вернется скажи ему дай и он послушается вот и видишь дай детья нашла перед переулке трактиром дружок унюхал ему нравится играть с этой штукой похоже на слад ломаная вершись шерсти трости точнее может быть это обломка который нашел рядом с телом битой преститутки подходит идеально дума бицам углушить преститутку тростью не помешает найти ее владельца можно я ставлю себе да только дай дружку что-нибудь другое ты ими ты идешь в трактир мне сначала мне надо в темницу я часто там бываю я ношу палачу еду из трактира но в обмен меня кормят горячим сегодня тоже пойду ночую позже дай покажите дорогу я знаю куда где лучше срезать да ты моя хорошая умничка ребят давайте на этом остановимся давайте посмотрим что будет дальше это уже следующий серии если вам понравилось данной серии данная игра вообще увидимся в новом ролике напишите комментарий андрюха я думаю наверно тебя тоже зайдет и дальше вот это интерес будет поэтому всего хорошего всем пока пока